Георгий Валерьевич, Вы уже много лет возглавляете Союз дефектологов России. А как, по-вашему, много людей понимают, кто такой дефектолог и зачем он нужен? Я думаю, что мало очень на самом деле людей понимают. Ещё и своеобразное такое название профессии, нас часто даже ругают и говорят, надо поменять это название. Да, там специальный педагог, коррекционный педагог, но это всё-таки немножко про другое. Я думаю, что всё-таки нужно ещё долгое время и просвещать людей, и объяснять, потому что, ну, по крайней мере, если раньше, может быть, вот, да не так много ещё лет назад, особо никто с дефектологами не сталкивался, потому что ребята с особенностями обучались, как правило, только в коррекционных школах. А потом, когда начало развиваться инклюзивное образование, ребята пришли в обычную школу, и уже в обычной массовой школе потребовалось вводить, соответственно, ставки дефектологов. Вот тут, конечно, в обычных школах понимания-то гораздо меньше, и у родителей, и нормотипичных детей, и особенных. Да, тут вот именно требуется объяснение, просвещение, информирование. Как родитель может понять, что его ребёнку необходима помощь дефектологу? Речь, мышление, да. Ну, то есть речь, а помню? Развивается, да, одновременно со своими сверстниками. Или задержка у него речи. Когда дети в том же возрасте выполняют какие-то, скажем, игровые моменты, а он не может, у него нет там осмысленной игровой деятельности, например, в том или ином возрасте. Нужно смотреть, конечно, совокупность. Вот тут задержка речи, тут неразвитая игровая деятельность, да, тут ещё какие-то моменты и поведенческие действительно тоже. Вот когда это всё вкупе, нужно наблюдать. Конечно, и родитель сам должен быть наблюдателем и делать выводы. Ну и вовремя, да, думать обратиться, я говорю, или обратиться в детскую поликлинику, или он попросит, чтобы ему подсказали в дошкольном образовательном учреждении. Ведь не случайно мы сейчас открываем службы ранней помощи, где тем мы уже практически от нуля до трёх лет помогаем. То есть как только, вот у него нет ещё никакого заключения по МПК, у него нет инвалидности неустановленной, может, ему инвалидности не нужна будет. Но родитель чувствует, понимает, или врач-педиатр ему подсказывает, что есть какие-то проблемы, есть какие-то риски, то он может прийти в эти службы ранней помощи, и там ему окажут, по крайней мере, консультативную помощь. Ну, либо будут уже и заниматься с семьёй. В идеале служба ранней помощи – это помощь не только ребёнку, а всей семье. И, естественно, вот там дефектологи должны быть. А насколько мы обеспечены дефектологами? Сколько у нас в округе дефектологов? Ну, у нас дефектологов и логопедов вместе, если братья школьных и дошкольных, свыше 400 специалистов. Но мы не можем сказать, что мы обеспечены, потому что у нас же, по сравнению, может быть, со многими регионами России всё-таки своё своеобразие, если это один населённый пункт, и в нём один детский садик, одна школа, и там два-три ребёнка с особенностями, мы об этом всегда говорим, но для них вот целую ставку до дефектолога найти бывает сложно. Поэтому это, конечно, переподготовка имеющихся специалистов. Часто это переподготавливаются или учителя начальных классов, или психологи. А то есть дети не остаются без профессиональной помощи и поддержки? Если ребёнку по МПК прописало адаптированную программу, ту или иную, и там написано, что требуется дефектолог, то обязаны предоставить дефектологу. И тогда заведующая детским садом, она должна кого-то... Или школы. Или школы. Они должны отправить на повышение квалификации или как переобучение. Они должны придумать, как это сделать. И везде ли у нас придумали? У нас есть маленькие посёлки, где есть дети, требующие помощи дефектолога, логопеда, как минимум. Ну, либо они должны пригласить всё-таки, найти специалиста, ну, для этого сразу предоставить чульё, естественно, проблемы и прочие вопросы. Либо переучить, я говорю, имеющихся, и дать ему 0,25 ставки, в зависимости от количества детей 0,5 ставки. То есть по-любому упирается в деньги. Но у нас это должны становиться имеющимся? Или пока у нас есть лакуны, где нехватка дефектологов и дети пока без квалифицированной помощи? Ну, скажем так, специалисты, прошедшие повышение квалификации или профессиональную подготовку, у нас есть везде. Другое дело, насколько всё-таки этого хватает, да, насколько достаточно та переподготовка, которую они проходят. Конечно, базовое образование дефектологическое, это, естественно, лучше, это гораздо эффективнее. А вот вы говорите, у нас логопеды, дефектологи, и как бы их немного разделяете. В чём отличие? Ну, логопедия – это всё-таки область дефектологии, скажем так. Но дефектолог – это, может быть, более широкое понятие всё-таки, чем логопед. Ну и, во-первых, всё-таки дефектологи – это и цурдопедагог, и тифлопедагог, и олигофренопедагог, и специалист по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра – это всё дефектологи и разные их направленности. И чаще всего в университетах дают сейчас общедефектологическое образование, и просто в дипломе написано «учитель-дефектолог». Ну а дальше какие-то у них, соответственно, возникают специализации. Принцип работы дефектолога – это, во-первых, опора на сохранные функции, это принцип педагогического оптимизма. И, соответственно, мы воспринимаем ребёнка не как носителя дефекта, а как именно ребёнка, просто которому нужно помочь, которому нужно развить имеющиеся у него навыки. Опираясь, предположим, как говорил Выгодский, на зону ближайшего развития. Пару лет назад на заседании президиума Госсовета нашей страны прозвучала цифра, что у нас в стране более 600 тысяч школьников нуждаются в помощи вот именно дефектологов. А если говорить об окружной статистике, какому количеству детей необходима такая помощь у нас на Ямале? Ну, у нас свыше 5000 школьников, около 3000 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Большинству из них, если исключить совсем лёгкие задержки психического развития, требуется дефектолог. Все ли они получают помощь дефектолога? У всех ли есть возможность? Если мы не говорим о таких моментах, как отъезд внезапный логопеда или дефектолога, не нашли в данный момент вакансии, то да, все получают. Мы часто думаем про то, что вот ребёнок приходит в коррекционную школу или в коррекционный класс, ему, соответственно, прописана адаптированная программа образовательная. Мы с собой часто говорим, что если бы ему начали помогать гораздо раньше, то, возможно, ему бы и не пришлось бы обучаться по адаптированной программе. Но это касается не тяжёлых нарушений, а, например, если это вот задержка психического развития, нарушение речи. Если ребёнок не говорит, как с ним общаться, да, это альтернативная коммуникация. Это достаточно новая сфера. Это если говорить к тому, например, что появилось в дефектологии в последнее время, да. Но нужно владеть этими методиками, иначе как коммуницировать с этим ребёнком, и как, собственно, его социально адаптировать. Ну, это вот уже так не 72 часа курсов общих повышений квалификации. Это, конечно, гораздо более глубокая вещь. Но это нужно проходить. Я считаю, что мы сейчас как раз очень классную историю запустили с Институтом коррекционной педагогики, теледефектология. То есть вот у нас уже прошло несколько как раз онлайн-консультаций со специалистами нашего ведущего научного центра, когда у специалистов психолого-медико-педагогических комиссий или у педагогов школы, или у педагогов детского сада есть, или у родителей возникают какие-то вопросы, и они хотят уточнить образовательный маршрут своего ребёнка, как раз вот получить консультации по его реабилитации, по его коррекции. То они сейчас у нас могут подавать заявки и подают, и мы проводим такие консультации. Онлайн, да? Да, проводим онлайн. Например, на этот год заложено 50 консультаций. Это не так мало, учитывая, что это не просто консультация по конкретному ребёнку, для конкретного родителя, а это как раз служит и повышению уровня компетенции самих специалистов по МПК, в которые, опять же, входят логопеды, дефектологи, психологи. Нужно сказать, что за всё время развития человечества и современной науки всё равно не изобрели таблетки, например, от нарушения интеллекта, или таблетки от аутизма. Этого нет. Всё равно, даже Выгодский, он в своё время ещё говорил, что вряд ли наука медицинская или биологическая добьётся в ближайшее время в перспективе больших успехов. А вот помогать таким людям в педагогическом плане, в социальном, если мы будем, то мы добьёмся гораздо больших успехов. В моей практике есть и шеф-повара ресторанов, и руководители на хотя бы небольших, но производствах. То есть, если с ним правильно занимались, и если потом ему оказывали поддержку, если у него потом был наставник, то, да, успехов можем добиться. Сейчас ставим вопрос в Министерстве просвещения России, чтобы всё-таки в штате колледжей тоже обязательно были дефектологи. То есть, они там не будут уже вести таких индивидуальных занятий, как в школе, но помогать мастерам производственного обучения, которые совсем, так сказать, не в этой теме, они должны, они будут. Есть приказ по детским садам, сколько должно приходиться дефектологов, логопедов, психологов, на сколько детей с нарушениями, да. Есть такой приказ по школе, а по профессиональному образованию такого приказа Министерства просвещения нет. Вот мы очень надеемся продвинуть эту тему, чтобы он был. Абсолютному большинству детей можно помочь. С нарушением слуха, с нарушением зрения мы прекрасно знаем много людей с высшим образованием, успешных в карьере. Если с ним занимались, если его социализировали, если адаптировали, если ему дали хорошее образование, всё у него в жизни получится. И если эта степень умственной отсталости, ну, лёгкая или даже умеренная, он всё равно может работать вполне себе прилично на производстве. А если это ребёнок с тяжёлыми множественными нарушениями, ну, хотя бы у него была какая-то автономия. Ведь родители, они тоже не вечны, да. И если хотя бы каким-то навыком ему обучили, предположим, родители уже ушли из жизни, там, да, или тяжёлые заболели, он всё-таки что-то сможет, да, сам делать. И потом это просто... Каждый ребёнок по Конституции у нас имеет право и на получение образования, просто право на полноценную жизнь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова